Всем привет, ребята, вы на канале Оазис Знаний. Мы хотели выпустить этот ролик в формате списка интересных мифологических существ, но материала настолько много, что нам пришлось разбить это на отдельные выпуски. Как ни крути, в условиях глобализации мы наблюдаем победное шествие голливудских и диснеевских образов, которые приводят к общему знаменателю сказочных персонажей разного происхождения. Эта же участь постигла образ ведьмы, который существует, пожалуй, во всех культурах мира. Современный обобщенный образ ведьмы можно впервые увидеть в фильме студии Диснея «Волшебник страны Оз» 1939 года. Длинноносая старуха с зеленой кожей в черной одежде и широкополой остроконечной шляпе почти у каждого вызывает абсолютно однозначные ассоциации с колдовством. Каждый славянин знакомится со своей первой колдунью и на страницах народных сказок – это Баба Яга. Персонаж этот во многом архетипичен и дублируется под разными именами в легендах самых разных народов. У нее тоже хищный длинный нос, который в потолок врос, она старуха и летает на метле. Про метлу и другие волшебные средства передвижения о Азии знаний жаждет рассказать побольше, но чуть позже. То, что целая эпоха в истории Европы была омрачена деятельностью инквизиции и истреблением ведьм – широко известный факт. Однако при ближайшем рассмотрении многие детали этой, казалось бы, четкой и ясной картины, оказываются не более чем мифами. Пожалуй, самым распространенным стереотипом, связанным с охотой на ведьм, является убеждение, что она имела место в середние века. На самом деле, основная часть антиведовских процессов приходится на 16-17 столетия. Например, самый знаменитый американский суд над ведьмами в городке Салем состоялся в конце 17 века. Более того, антиведовская истерия в большинстве европейских стран соупала с эпохой Возрождения. Таким же штампом является и общепринятый образ ведьмы. В 1692 году вы вполне могли бы оказаться на судебном процессе над Салемскими ведьмами, разумеется, в качестве обвиняемого. Обвинить в ведовстве могли любого, точнее любую, причем вполне законно, и вот за что. Специально для вас представляем 17 признаков, по которым инквизиция определяла ведьм. А перед началом я прошу вас подписаться на наш канал и поставить этому ролику лайк. Ведь это несложно и быстро, и это ну очень сильно поможет нам дойти к цели в тысячу подписчиков. Всем приятного просмотра. Вы женщина. Вы женщина? Раз так, то вполне можете оказаться прислужницей дьявола. В средневековье женщин часто связывались с ведьмами. Люди на протяжении тысячелетий верили, что женщины-существа куда более грешные, чем мужчины. А грешность ясно свидетельствует о поклонении дьяволу. В Салеме в колдовстве обвинились 13 женщин и 5 мужчин. Но за всю охоту на ведьм женщин погибло гораздо больше. Вы бедняк или просто не можете себя обеспечивать? Нищих, бездомных и тех, кто вынужден был просить милостыню, часто обвиняли в колдовстве. Сару Гуд, например, повесили в 1692 году, потому что она бродила от дома к дому и просила поесть. Соседи ее не любили, не доверяли ей, вот и обвинили в колдовстве. Вы богаты или финансово независимы? Если вы взрослая обеспеченная женщина и живете без какой-либо финансовой поддержки со стороны мужчины, то в вашей кладовке, скорее всего, стоят банки за спиртованными глазами тритона. Любой случай, когда женщина жила самостоятельно, без поддержки мужчины вызывал тревогу. Скорее всего, общество сторонилось бы такой женщины, а потому ее обвинили бы и судили. Между 1620 и 1725 годом, женщин, у которых не было мужа и сыновей или братьев, но которые, тем не менее, преуспевали, в Новой Англии часто обвиняли в колдовстве. Примерно 89% повешенных были как раз такими. У вас есть одна подруга или несколько? Группа женщин, собирающихся вместе, без мужчины, могла быть принята за корень, поклоняющийся дьяволу. Наверное, тогда вам было удобнее строить ему глазки. Вы поспорили с одной или несколькими своими подругами. Охотники на ведьм, вроде Мэттью Хопкинса или Джона Сирна, внушали такой ужас в обществе, что одни женщины обвиняли в колдовстве других, только чтобы защититься самим. По словам писательницы Элизабет Рейс, женщин, чаще чем мужчин, подозревали в сгоре с дьяволом, и женщины сами в это верили, значит подруги точно могли быть прокляты. Для примера возьмем Рэйчел Клинтон. Достойные порядочные женщины обвинили ее в том, что она заставляла их горбиться, когда проходила мимо них в церкви. Рэйчел, сама будучи женщиной порядочной и достойной, была вместе с тем и психически неуравновешенной. Поздний брак и последующее материнство заставили ее оказаться на нижних ступеньках социальной лестницы. Полный набор. Осталось добавить других женщин, кричащих нелепости на всех углах, и Рэйчел смело можно обвинить в колдовстве, что и произошло. Вы поспорили или не согласились с кем-то? Важно помнить, что любой мог обвинить любого, что все и делали. И если вы вдруг обнаружили, что вас обвиняют в колдовстве, то проверьте, откуда ветер дует. Вполне возможно, что голой на метле вас видел бывший любовник. Вы очень стары. Пожилые женщины, как замужние, так и незамужние, были идеальной мишенью для обвинений. Ребекке Нерс было 70 лет, она была инвалидом, и соседи вдруг начали обвинять ее. Она вошла в историю, как самая старая женщина, которую в 71 год осудили и казнили как ведьму. Вы очень молоды. Дороти Гуд было всего 4 года, когда она призналась в колдовстве. Дороти просидела в тюрьме 9 месяцев, но в конце концов ее отпустили. Тем не менее, девочка навсегда лишилась рассудка. Одновременно с ней обвинили и ее мать, и в 1692 году повесили. Вы акушерка. Социальное и семейное положение, независимость, языческое влияние, тайное знание травм. Все говорило против акушерок. Об этом хорошо писал писатель Джоал Сутерн. Главная профессия считалась нечистой и унизительной, так что такие женщины просто обязаны были состоять в сговоре с дьяволом. Короче говоря, акушерок все боялись. Вы замужем и у вас слишком много детей. Такое неестественное плодородие наверняка результат черной магии. Поселите по соседству пару, которая никак не может начать ребенка, и они решат, что вы крадете у них счастье, потому что вы ведьма. Вы замужем и у вас только один ребенок, или вообще ни одного. Дьявол проклял вас и наградил бесплодием. Кроме того, если ваши соседи и их шестеро детей уже пострадали, то наверняка те, кто живут рядом с ними, тоже уже обратились к козлу. Вас можно назвать странной, упрямой или дерзкой. Позвольте себе любую дерзость, и вас, скорее всего, назовут ведьмой. В ходе судебного разбирательства над Рэйчел Клинтон против нее свидетельствовали такие обвинения. А разве она не ведет себя, как озлобленная, назойливая, грубая женщина? Да это же характер ведьмы. А разве она не ругается, не угрожает, не лезет в драку? У вас есть родинка, родимое пятно или третий сосок? Все это могло быть истолковано, как дьявольский знак. Это также могло означать, что к ведьме присасывается собака, кошка или змея, чтобы пить ее кровь. Обвиняемым полностью сбривали волосы на всем теле, чтобы найти отметку. В вашем покребе есть испорченное масло или молоко. На Салемском процессе обвиняемым вменялось в вину то, что в их погребах были испорченные молочные продукты. Так что проверьте-ка холодильник. Вы занимались любовью вне брака? В 1651 году Элис Лейк из Дорчестера судили как ведьму за то, что она переспала с другим мужчиной и родила ребенка. Ее пытали так, что она в конце концов созналась, что переспала с дьяволом и ребенок от него. В том же году ее повесили. Вы попытались предсказать личность вашего будущего мужа. Мечтаете о своей второй половине? Пишите его имя в записной книжке? Тогда ваши действия могут быть истолкованы как колдовство, что и случилось с Титубой, рабыней из города Салем. Титуба предлагала молодым девушкам узнать имена будущих мужей и стала первой женщиной в Салеме, кого обвинили в колдовстве, но не последней. Вы нарушили любое правило из Библии, значит заключили договор с дьяволом. Следующие несколько правил Пуритане должны были строго соблюдать. Нарушение любого из них могло стать основанием для обвинения в колдовстве. Строгое соблюдение субботы. Нельзя разжигать огонь, торговать, путешествовать. За нарушение это каралось смертной казнью. Не прелюбодействовать. Не склонять людей к другим богам, пророчествам или мечтаниям. Не допускать, чтобы вас изнасиловали. Не сеять на поле семян больше одного вида. Не касаться свиной туши. Не носить одежду из тканей более одного вида. Не подстригать волосы по кругу. Не заплетать волосы в косу. И конечно же не позволять ведьмам жить. Если вы делали хоть что-то из этого списка, то вас можно смело обвинить в колдовстве. В 1600-1700 годах вас за это бы повесили. Сожгли или бросили гнить в тюрьме, пока вы сами не умерли бы. Мы хотим передать привет трём нашим дорогим подписчикам. Любовь Любарская, Отчаянный Геймер и Готовым Слияной. Спасибо за то, что вы с нами, за вашу поддержку и за то, что вы подписаны. А если ты хочешь попасть в новое наше видео, то подписывайся на канал, ставь лайк. И возможно именно ты появишься в новом ролике. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok